Несколько минут назад певица Лолита Милявская зарядила пламенную речь в слезах и, наконец-то, высказалась о СВО. Но давайте обо всем по порядку. Уважаемые зрители, после просмотра пишите свое мнение в комментариях. И не забывайте поставить лайк, ведь это лучшая награда от вас для нашего канала. Мы начинаем. Лолита, известная своей нестандартной манерой поведения и выходками, снова стала объектом широко общественного мнения. После скандальной вечеринки Ивлеевой бойкот в отношении Лолиты продолжается. Популярная певица Лолита Милявская, которая на протяжении долгих лет радовала своих поклонников яркими выступлениями, столкнулась с серьезными трудностями в своей музыкальной карьере на российской сцене. Виной этому стало распространение видео, в котором артистка выразила свою поддержку действующему президенту Украины. Лолита посоветовала Владимиру Зе не сдавать свои позиции. Эти слова привели к тому, что Милявской практически закрыли доступ на сцены в России. И сейчас она не приглашается для выступлений на многих концертных площадках. Информация о том, что концерты Лолиты, запланированные в рамках празднования ее 60-летия, были отменены в Новосибирске, подтверждается сообщениями в СМИ. На данный момент, кроме отмены ее выступлений, также возникают попытки связать ее с радостью в свете трагических событий в Народной Республике. Лолита в своем свежем видео стремится опровергнуть такие обвинения и утверждает, что это неправда. В своем сообщении она делает ряд важных заявлений и подчеркивает свою позицию. Сначала Лолита выражает свои эмоции в связи с событиями в Народной Республике, описывая их как трагические и варварские, и подчеркивает глубокую боль и ужас. Также Лолита отмечает, что она не удаляет из своей ленты в социальных медиа старые посты, включая поздравления своему бывшему коллеге в 2019 году после выборов в Украине. Этот момент указывает на ее желание сохранить историю своих высказываний и не скрывать свою прошлую поддержку. Также Лолита поднимает вопрос о целях и мотивах тех, кто распространяет ее старые посты, подчеркивая, что это имеет связь с украинской стороной. Она выражает сомнения в честности мотивации и предполагает, что эти действия направлены на создание конфликта и распространение враждебных настроений. В своем свежем видеообращении женщина без комплексов выразила мнение, что к провокации против нее причастна украинская сторона, которой выгодно, чтобы мы друг другу горло поперегрезали. Вот что именно сказала Лолита. На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже лет 5 не въездной на Украину, я разместила поздравления бывшему коллеге по итогам выборов на Украине. Слушайте, я прекрасно понимаю, кто это работает, для чего это надо, и работает как раз украинская сторона. Потому что на вопрос, кому это надо, надо это только ей, а надо для чего, чтобы мы друг другу горло поперегрезали. Хрен вам. А особо выдающимся мудакам размещаю ссылку. Загляните в мой инстаграм, увидите когда, что было и по какому поводу опубликовано. И мои соболезнования всем тем, кто в Донецке, сказала Лолита. При этом она подчеркивает важность сохранения своей стойкой позиции и отказа участвовать в манипуляциях, направленных на разжигание конфликта. Она стремится подчеркнуть свою миролюбивую позицию и призывает к солидарности и соболезнованиям в отношении всех пострадавших. Но все же помнят, о чем говорила Лолита раньше. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. И поддержите это видео лайком, ведь это лучшая награда от вас для нашего канала. До скорой встречи!